Снова фьюз, снова скандалы интриги расследования Приветствую вас в новом выпуске телеканала Фьюзман Сегодня начинается вот с такого изобразия Городки Шоколада от тети Раисы из Москвы Это привезла сестра в город Москва, улица Малая Красносельская, Красный Октябрь Во, даже есть куча молока, представляете, красота Уважаемые друзья, 4 красивейших велосипеда, 4 красивейших мужчины Один, правда, слился, должно быть здесь было 5 велосипедов Галоши, сука, блядь, а не кроссовки Не, заехать можно Ехать, кататься Не посмотрев прогноз погоды, либо его посмотрев И все-таки надеясь на удачу Так делать можно, но лучше не надо Сегодня у меня утро понедельника Сегодня ни хрена не понедельник Вчера был понедельник, сегодня вторник Вчера был у нас Лейбор Дэй, День Труда И это был официальный выходной в США Что очень странно, потому что в День Труда нужно что делать? Правильно работать Так вот, что я хотел сказать Дело в том, что когда человек устраивается на работу Во Фьюз Он подписывает договор, в котором прилагается Хэндбук Подписывается то, что он будет его соблюдать В хэндбуке написано, один из пунктов Что Фьюз вправе использовать любые фото, видео, материалы В целях маркетинга для коммерциализации деятельности компании Я хочу именно этот свой спич Финализировать тем, каким образом можно полностью потерять доверие к работодателям В Соединенных Штатах Америки То есть, чтобы вы никогда не смогли устроиться К любому работодателю в Соединенных Штатах Америки Поработав у блогера Итак, говорю, как это сделать Вы просто берете, работаете на, так скажем, меня Потом вы берете и жалуетесь в какие-то инстанции на мою компанию И я просто называю вашу фамилию, имя, отчество Зачем человеку нужно быть таким знаменитым в негативном ключе, я не понимаю Я понимаю, если человек, он там тоже какой-нибудь ютубер Ему нужно там похайпиться, попиариться и так далее, и так далее Если человек адекватный, не хочет никаких проблем, особенно в медиапространстве Зачем ему это нужно? Почему я это говорю? У нас в том году работал человек в компании Все было, можно сказать, хорошо до тех пор, пока этот человек не начал опаздывать на работу На час, на полтора, на два, на три, там, я не знаю, третий, четвертый, пятый, шестой раз опаздывал И этот человек получает штраф, согласно нашему хендбуку Штраф, там, 400 долларов, типа, еще раз такое произойдет, и человек будет уволен Человек этого не понял, и, соответственно, впоследствии сам решил просто не выходить на работу Как бы это без разницы, окей, в любом случае с этим бы человеком рано или поздно попрощались Потому что опоздание, это, конечно, влияет, тем более на работу склада, просто катастрофически Так вот, спустя год, компания Fuse от этого человека получает клейм, соответствующую организацию О том, что мы, якобы, незаконно оштрафовали этого человека на, что-то там, 400 долларов И не выплатили ему эти деньги И, соответственно, в компанию Fuse там поступил штраф Я, на самом деле, скажу фамилию и имя этого человека Ее зовут Ну, если вам это интересно, чтобы это имя и фамилия были не запиканы И фотографию этого человека вы хотите увидеть где-нибудь в других местах То я, соответственно, эту фотографию вам дам и имя, и в контактные данные Фишка в том, если человек у нас работал, и если он заслужил плохую репутацию То работодателям-то в компании звонят и спрашивают А вот вы знаете такого Иванова Ивановича? Я говорю, да, знаю Вы могли бы сказать что-нибудь про него хорошее или плохое? Я говорю, могу сказать Да, этот человек хороший Или наоборот Было много случаев, когда мне звонили из компании Когда ребята какие-нибудь там пьяницы, алкаши и так далее Пытались устроиться на работу Из-за чего я их выгнал, например, из компании Fuse Пытались устроиться на работу И я говорил, иногда неправду, что этот человек заслуживает внимания Он действительно хороший работник Хотя, скрипя зубами, я понимал, что этот человек был, например, уволен Но я этому человеку ни в коем случае не желаю никакого зла Я хочу, чтобы он и дальше работал Возможно, в нашей компании он не нашел свое место Поэтому каждый человек заслуживает второй шанс Так вот, тот человек, про который я говорил, который работал у нас на складе Если ты нормальный человек, ты просто вот приходишь и говоришь Руслан, твоя компания нечестным образом забрала у меня эти деньги Я прошу мне эти деньги компенсировать Хорошо, почему нет? Ну, давайте разберемся И вот вам, пожалуйста, деньги, которые вы заслуживаете Дело в том, что совершенно недавно произошел такой же клейм В компанию, которая работает под нашей франшизой И тот человек эти деньги спросил Но он работал там интерном у нас По факту он не работал, он просто там учился Я понимаю, что в некоторых случаях необходимо оплачивать какое-то обучение людям Но какие-то люди просто не понимают Когда ты интерн, то интерншип в Америке не оплачивается Он не оплачивается по закону Если вы хотите, чтобы с вами было по нормальному общению Соответственно, с вами будет подписан договор по интерншип И ваше конкретное обучение не будет оплачиваться Соответственно, сейчас у нас начался поток О школе Fuse, HVAC Basics, Electrical and Plumbing Basics И эти ребята нам платят за обучение Мы их не нанимаем на работу И они целую неделю у нас проводят в офисе Для того, чтобы не работать, а для того, чтобы научиться Поэтому могу сказать, тот человек, который у нас работал на складе в том году И сделал такую клейм, он просто сделал подлянку То есть этот человек вот просто не пришел, не договорился, не написал письмо Не написал какую-то там претензию именно нам напрямую Он сразу написал в орган, который занимается такими клеймами И при этом, я вам одну ключевую вещь скажу Это был один из тех людей, которых я знал сразу же по приезду в США Я не знаю, каким образом можно так вот тупо портить себе карму Вот зачем? Зачем портить себе карму? Самый сладкий конверт, который можно получить от State of California Franchise Tax Board на сумму 9988 долларов Это Tax Refund, друзья мои И эти деньги, которые я переплатил за Tax Year 2021 Я говорил, что часть этих денег я буду жертвовать куда-то 5000 отправлю сейчас куда-нибудь Вот мне, кстати, ребята, большое спасибо подсказали Очень много крутых организаций Кто-то написал Помоги лучше мне, помоги лучше моему сыну Помоги лучше моей маме Еще хрен знает кому Либо помоги какому-то там бомжу в каком-то городе Какого-то придурка вскинули Вообще, что за дебилы просто бывает Так вот, прислали классную организацию, которая занимается Называется U4U U4Kids Типа Ukraine for Kids или United States for Kids Короче, какая-то организация, которая пригоняет сюда детей Погибших родителей из Украины Сюда в США Чтобы просто там показать этим детям Как вообще бывает здесь жить Просто хочется сказать, что очень грустно Когда теряешь родителей в маленьком возрасте Вот я сам такой Вот у меня папа умер, когда мне было Как же мне было тогда? 11 лет мне было тогда Поэтому это очень грустно А если я понимаю, там Папа умер по причине болезни и так далее Тут по причине каких-то сторонних сил Вот если когда человек умирает вроде как по здоровью Это он сам виноват Ну или просто там генетика виновата А если кто-то постарался это сделать То есть убили родителей Это просто вообще жесть, конечно Это просто... Так, посмотрим на шесть агентов Теперь что они тут делают Что, как идет? Изучаем? Ребята, как вам? Отлично Супер Нормально Врутная? Врутная? Нет Окей Короче, у клиента Как всегда записываю видосики Этот раз ревью очередное Но дом, конечно, у клиента очень шикарный Просто обалденный На юге Сан-Хосе Короче Припарковался наш работник Хрен знает где И кому-то заблокировал тачку С кем не бывает, скажете Кому-то он вот пригородил И тот человек не мог выехать Вот это место целых 45 минут Представляете? И он обиделся И этот человек решил нам написать Однозвездочное ревью в Йелпе И написал Пока он там ждал этого нашего чувака Он там целую телегу написал нам в инстаграме Что, типа, какой-то ваш товарищ Вообще нехороший Али Бабаевич Все закрыл И сейчас я у него спрашиваю Могу ли я тебе, дорогой друг Отправить подарок В качестве извинения Что произошло такое недоразумение Вот так вот Короче Богдан Не надо так парковаться И вообще Паркуйтесь как-нибудь Украть Особенно если у вас Наклейки Фьюз на борту Тихо не вери Проблема на проблеме, друзья мои Ужас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok